Ну что ж, прекрасно можем начинать. Доброе утро, уважаемые друзья. Большое спасибо, что вы пришли сюда. Одна из первых сессий. Ну, достаточно долго уходит на то, чтобы раскачаться, всех в зале собрать, люди оттаять должны. Мы посвящаем это заседание российской конкурентной способности. Представлю участников. Стала Борис Титов, спецпредставитель президента по правам предпринимателей Дмитриев, фонд прямых инвестиций России, президент Республики Татарстан Рустам Мениханов и министр Максим Орешкин, министр экономического развития. Хотелось бы начать и спросить всех вас, задать один и тот же вопрос. Мы собрались здесь, в Давосе, в этом году, в 2019, на фоне достаточно разбитого состояния. То есть, у нас отсутствие доверия, отсутствие уверенности в глобальной экономике. Мы говорим о торговых войнах. У нас Брексит на дворе. Мы говорим о том, куда движется Европейский Союз. Мы говорим о недоверии, скорее, чем о сотрудничестве. Поэтому на этом фоне, в чем заключается роль России, как гражданина этого мира, глобального гражданина, начну с вас, господин Титов, а затем мы пойдем дальше. Я думаю, что лучше об этом задавать вопрос лучше макроэкономическому специалисту. Но для нас, я могу сказать, для россиян, я в основном представляю интересы тех, с кем я работаю. Это малые и средние предприятия. Это реальная экономика, промышленная экономика. Компании, которые занимаются работой в этой сфере. Мы читаем о всех этих войнах, газетах практически. Мы их не чувствуем. Мы их не видим. Проблемы, которые стоят перед нами, и все хорошее и плохое, в основном связано с экономической политикой внутри России. Санкции практически нет. Войны между Китаем и Россией. Может быть, имеется в виду войны между Китаем и США. Наверное, это идет в нашу пользу, потому что в потенциале китайский рынок может вырасти и стать более открытым для нас. Раз я могу сказать, что это влияет на малые и средние предприятия, но небольшие предприятия в России. Никоим образом. Хорошо, пожалуйста. Лесвин Дмитриев, я согласен. Мир достаточно расколот. Мы встречаемся каждый год в Давосе, и мы ожидаем, что в следующем году все будет лучше. Но, очевидно, это не происходит. И нужно понять, почему. И практически многие ментально находятся в состоянии войны. Это не физическая война. Это война между Китаем и США, между демократами и республиканцами, между желтыми жилетами и французским эстаблишментом. Многие, в том числе СМИ, находятся в состоянии войны. Многие пытаются достать Трампа. И состояние войны – это очень негативное состояние. И Россия хочет выступать в качестве позитивного субъекта, невзирая на мнение. Мы сами создали партнерские отношения с суверенными фондами по управлению состоянием во всем мире. Мы активно инвестируем в них и получаем хорошую ставку прибыли в долларах, позитивную ставку прибыли в долларах. И это уже указывает на то, что Россия – это привлекательный рынок. У нас в пять раз превышает ставка прибыли на рынке еще в США. Я могу использовать цитату Черчилля. Многие помнят, что сказал Черчилль, что Россия – это загадка, которая накрыта покровом тайны. Но это не полная цитата. Затем она продолжается. Он сказал, что я не могу спрогнозировать действия России. Это загадка, покрытая покровом тайны. Но есть, наверное, ключ к этой разгадке. И разгадка ключ заключается в ключевых российских интересах. Поэтому для того, чтобы реально понять, в чем заключаются российские национальные интересы, вот что важно. И интересы не в том, чтобы захватывать другие государства, а в том, чтобы строить эффективную экономику. В том, чтобы быть хорошим игроком. Я думаю, что возникло серьезное непонимание российских национальных интересов. Приведу один пример, и затем дождемся других вопросов. Например, чемпионат мира FIFA. Многие приехали в Россию и ожидали, что это будет закрытое общество. Что они неприятно проведут время, что все будет не так. Но все опросы показали, что люди после того, как они побывали в России и видели, как все организовано, оставили самые позитивные отзывы и впечатления. То есть, люди физически должны побывать в России, чтобы понять, что такое Россия. Кстати, многие американские компании по-прежнему находятся в России. США является третьим крупнейшим инвестором в новые проекты в России за последний год после Китая и Германии. Так что мой ключевой посыл такой. Российские национальные интересы нужно понимать лучше. И будем надеяться, что эта дискуссия немного в этом поможет. Понятно, я хотел бы вернуться к вам, потому что вы подняли вопрос санкций, инвестиций в Россию. Мы к этому вернемся через минуту. Но, президент Миниханов, это важный вопрос для вас, потому что, ну, совершенно очевидно, у вас есть иностранные компании, которые действуют в Татарстане. Что вы видите? В чем заключается, на ваш взгляд, роль вашей части мира в глобальной экономике? Ну, я буду по-русски говорить, могу по-татарски, английский у меня такой. Я представляю один из субъектов нашей страны, Российской Федерации. И, конечно же, у нас работает много международных компаний. Пока за все это время наших политических разногласий ни одна компания не ушла. На ворот, приходят новые компании. Мы развиваем новые площадки. И, конечно же, на уровне бизнеса мы не ощущаем каких-либо сложностей. Но вот на уровне политиков эти вопросы ощущаются. Тем не менее, мы сохранили все наши отношения и с американскими, и с европейскими компаниями. Сейчас активно работаем с Арабским миром, с Юго-Восточной Азией, особенно Китаем. Поэтому, ну, время лечит, наверное, время пройдет, все это утрясется. Надо сохранить наши отношения и продолжать работать. Министр Орешкин, это особенно важный вопрос для вас, потому что ваша роль, министра экономического развития, в чем заключается роль России в мире, глобального гражданина? Ну, во-первых, нам нужно понять, что происходит в глобальном мире. Происходят глобальные торговые войны и так далее. Проблема не в том, что это краткосрочные сложности какие-то, это долгосрочная проблема. Я бы назвал ее конец долгосрочного суперцикла экономической политики в таких странах, как США, Европа. Началось все это в середине 80-х и подходит к концу. Это то, что связано с неравенством доходов, растущими затратами на здравоохранение, обучение, образование в США, в Европе. И в результате возникает политическая нестабильность по обеим сторонам океана. Желтые жилеты во Франции также являются следствием этой долгосрочной проблемы. И то, что мы видим в наше время, политики в США, в Европе стараются найти краткосрочный ответ на эти долгосрочные проблемы. Посмотрите, например, на США. Вот история с торговыми войнами. Они пытаются отреагировать на недовольство со стороны населения США, пытаясь найти врага. Китай, Россия. Вот ключевая причина, почему вы живете в нищете, почему у вас доходы не растут, почему затраты на здравоохранение и образование растут, и вы не можете позволить себе образование для ваших детей. То есть, они пытаются обвинить врага за пределами страны, а на самом деле реальный враг внутри этих стран, долгосрочные структурные проблемы экономической политики. То, что мы пытаемся сделать в России, мы пытаемся строить устойчивую долгосрочную политику, которая принесет пользу всем гражданам России. Это основной сюжет, это ключевая идея, которая стоит за всем, чем мы занимаемся. Я хотел бы начать с вас и задать следующий вопрос. Вот господин Читов говорит, сказал, что санкции практически не влияют на вас. Это правда? Влияют ли санкции на Россию? Конечно же, они повлияли на финансовые рынки, особенно то, что мы видели в 2014 году. Мы видели рецессию в 2015 году, но с тех пор экономика восстанавливается. Конечно, есть много структурных проблем, которые мы пытаемся решать. По очереди мы начали с широкого спектра макроэкономических реформ, работая над инфляцией, налогово-финансовые правила. Теперь мы заставляем инвестиционный климат выйти на новый уровень. Если посмотреть такие показатели, как, например, ведение бизнеса, мы уже на 31 месте. Мы начали 5 лет назад на уровне, по-моему, 120-я позиция у нас была 5 лет назад. Так что шаг за шагом мы пытаемся строить устойчивую, системную базу, которая будет поддерживать рост экономики. И в целом для каждого гражданина России. Вас расстраивает то, что администрация Трампа не смогла остановиться, то есть не могла остановить Конгресс. И Конгресс по-прежнему принимает новые санкции против вас на долгосрочной перспективе. Дело не в администрации Трампа, а дело в политической системе. Они не пытаются решать реальные проблемы, существующие в США, в социально-экономической политике США. Они пытаются найти врага и выиграть в этой политической игре. Это ключевая проблема не только для России. Проблема и в отношении Китая, и проблема глобальной экономики. То есть вы пытаетесь лоббировать что-то. То есть что вы лоббируете в США для того, чтобы прекратить? Вы знаете, мы не делаем ничего, но как правительство мы делаем то, что нам нужно сделать внутри страны. У нас есть масса проблем, которые нужно решать. Тяжелых, больших проблем, которые не могут решаться за короткий период времени. Поэтому мы сосредоточены больше на том, что происходит внутри нашей экономики и на проблемы. Господин Дмитриев, вы говорили об инвестициях. Вы пообещали президенту Путину, что вы, по-моему, сказали 110 миллиардов привлечете иностранных инвестиций в Россию. Не могли бы вы сказать, на каком этапе вы находитесь и к чему все это пришло? Вы говорили об инвестициях из Германии, из США. Откуда поступают инвестиции? Сколько вам еще нужны инвестиции? Уже с нашими партнерами 25 миллиардов долларов мы инвестировали в российскую экономику за последние 7 лет, в течение которых мы работали. И, как я уже говорил, мы по-прежнему получаем очень высокую ставку прибыли каждый год. То есть, нужно уничтожить этот миф, развеять миф, что Россия не приносит позитивную прибыль. Мы получаем позитивную прибыль. Господин Костин здесь, и российские банки также получают хорошую ставку прибыли, а также наши инвесторы. Во-вторых, правительство действительно проводит масштабные национальные проекты и план национальных проектов. В рамках этого плана мы считаем, что крайне важно привлечь иностранных инвесторов, потому что, честно говоря, во многих случаях совместные инвестиции, помимо правительственных денег, прибавляют транспарентности и ясности в проектах. С 35 инвестиций вместе с Эмиратами уже было сделано. Крупные инвестиционные потоки поступают с Ближнего Востока, в том числе и с Саудовской Аравией. Кроме того, крупные инвестиции осуществляются вместе с Китаем. 28 различных инвестиционных проектов был осуществлен фондом «Россия-Китай». Это наш партнер, суверенный фонд. Вчера мы провели замечательную встречу с премьер-министром Абе. Японские инвестиции растут. У нас есть и российский, и японский инвестиционный фонд. Поэтому в рамках этих партнерских отношений и этих фондов я согласен здесь с Гаспином Орешкиным в отношении краткосрочного характера многих действий, которые мы видим со стороны США и других игроков. Но мы стараемся действовать в долгосрочной перспективе, строить партнерские отношения с ведущими экономиками мира для того, чтобы вместе инвестировать и получать хорошую прибыль. Конечно же, нужно делать больше. И, конечно же, Россия. То есть мы будем стараться принять стратегию по инвестиции в национальные проекты в России, получить прибыль в разных секторах. И это один из наших пунктов повестки дня Давоса. Но мы считаем, что партнерство с ведущими экономиками мира, суверенными фондами управления капиталами, сотрудничество с ними, инвестиции в Татарстан, кстати, прекрасное назначение для инвестиций в Россию. Все это является позитивным подходом к решению экономических проблем, стоящих перед Россией. Вы упомянули Саудовскую Аравию. По-моему, в середине прошлого года 10 миллиардов пообещала Саудовская Аравия. По состоянию на середину среднего года 2 миллиарда было инвестировано. Где мы находимся сейчас? 2,5 миллиарда было инвестировано. И обсуждаются с саудовцами мега сделки для инвестиций в сектор жирного газа, нефтехимический сектор. Замечательное сотрудничество, кстати, это прекрасный пример. Три года назад Россия и США вообще отношения находились на очень плохом уровне. Многие обвиняли Саудовскую Аравию за то, что они давили на Советский Союз, понизили цены на нефть. Когда Советский Союз распался на фоне войны в Афганистане в течение трех лет под руководством президента Путина, Мохаммед Бин Сальмады, высочество короля Саудовской Аравии, они смогли наладить стратегические положительные отношения в рамках ОПЕКа. Вне ОПЕК они стабилизировали цены на нефть, заключили сделки, привлекли серьезные инвестиции. И это пример того, как в расколотом мире мы можем добиться позитивных результатов за два-три года, в течение которых отношения между странами восстанавливались. Я хотел бы задать тот же вопрос, по сути, но президенту Миниханову. Вы упомянули и сказали, что у вас работает Форд, производятся грузовики Daimler в Татарстане. Вызывает ли у вас озабоченность то, что вот этот разрыв в отношениях, как только что отмечал министр, неважно по каким причинам, по внутренним причинам, разрыв не только в глобальной экономике, но между Россией и США, Россией и ЕС, санкции. Вызывает ли это у вас озабоченность, что это может поставить под угрозу ваши инвестиции внутри Татарстана? Можно сказать, что, конечно, санкции, они позитивно не влияют как нашим партнерам из-за границы, так и для нас. Тем не менее, вот компания Форд работает, большие инвестиции Daimler, наверное, это будет где-то в начале второго квартала, запускается новое производство, 50 тысяч кабин Mercedes вместе с Камазом. То есть, сантрак, фабрик, все эти компании успешно работают. Другое дело, привлечение новых европейских, американских компаний. Ну, мы ведем переговоры, но, тем не менее, вот в прошлом году на Питерском форуме было подписано кредитное соглашение по инвестициям Deutsche Bank, 800 миллионов евро, значит, инвестирует новый крупный этиленовый комплекс. Следующие тоже 250 миллионов евро, это на генерацию. То есть, как бы ни было, хотя до 2014 года у нас попроще проходили все эти наши договоренности, работа продолжается, значит, вот наш, мы являемся крупным производителем каучуков, практически 80% каучуков идет на экспорт, и все мировые компании используют наш каучук. Поэтому сказать, что все это для нас комфортно, нет, ну, доступ к работе с банками ряд наших компаний ощущают. Но, тем не менее, мы, как я сказал, ищем варианты, ищем партнеров, значит, и работа идет. Пожалуйста, пожалуйста, я слушал перевод. Я хотел бы добавить несколько слов. Если вы посмотрите на количество стран, с которыми отношения с Россией ухудшаются, и количество стран, в которых отношения с Россией улучшаются, количество стран, с которыми отношения улучшаются, будет гораздо большим. Я хочу понять просто. Вы имеете в виду отношения с Россией, конкретно между Россией. Да, вот Кирилл только что упомянул Японию. У нас прошла прекрасная встреча между премьер-министром Абы и президентом Путина вчера в Москве, Китай. У нас торговля дошла до уровня 100 миллиардов долларов в год. То есть, в прошлом году мы провели массу совместных проектов. Юго-Восточная Азия, масса стран, с которыми мы увеличиваем количество проектов, которые мы проводим вместе. Аэропорт, Саудовская Аравия, Арабские Эмираты и так далее. Ну, даже если посмотреть на ситуацию с Европой, если вы отбросите в сторону все заголовки и газеты и посмотрите на цифры. Вы знаете, что оборот между Россией и Европой увеличился на много процентов за последние годы. И импорт в России и Европе за последние пару лет увеличился на 40 процентов. Совместные инвестиционные проекты, Северный поток. Строится в Венгрии и Финляндии ряд атомных электростанций и ряд других крупных инвестиционных проектов проводятся вместе. Европейские партнеры участвуют в таких проектов, как Ямал-СПГ, Арктика-СПГ с компанией Total из Франции. Там она играет ключевую роль. Европа ждет и намеревается перейти от доллара к использованию евро. И мы работаем с нашими европейскими партнерами над этими вопросами. Есть немало крупных проектов в этих областях, в которых у России есть общая граница с Европейским Союзом. Например, Россия-Финляндия. У нас проводятся три крупных проекта. На границе улучшается инфраструктура и так далее. Если смотреть на факты и на цифры, то вы увидите, что ситуация между Россией и Европой на самом деле развивается. Наметился прогресс. Несколько лет назад это даже назвали неким ренессансом в отношениях между Россией и Европой. Конечно, есть предвзятые отношения и в политике, и в средствах массовой информации, но реальные факты и цифры показывают, что... Что, кстати, интересно, даже если посмотреть на цифры по торговле между Россией и США, на самом деле цифры лучше в прошлом году, чем позапрошлом. И куда цифры идут? В обе стороны. Конечно, цифра достаточно маленькая, очень ограниченное взаимодействие, ограниченное количество проектов. Но динамика позитивная. Вот Трамп был здесь в прошлом году и призывал все иностранные компании инвестировать США. Это произошло? Ну, лучше, наверное, администрацию США спрашивать. Ну, на ваш взгляд. Но, опять же, все эти заявления, все эти политические инициативы, они краткосрочные по своему характеру. Американское общество должно обратить внимание на внутренние проблемы, которые реальны и являются источником политических сдвигов, которые мы там видим. Понятно. Давайте вернемся к тому, чем вы занимаетесь внутри страны. Хотелось бы поговорить о приватизации. Не могли бы вы дать нам последнюю сводку о программе приватизации в вашей стране? Это очень важно для такой аудитории, как Давос, где присутствуют огромные, гигантские инвесторы. Со стороны, и, может, я не права, вы меня исправите, кажется, что вот ряд компаний, которые мы, как журналисты, освещали, Совкомфлот, Аэрофлот, Альроса, крупные компании, где мы находимся в рамках программы приватизации, и что вы... Вы лучше спросите главу Альроса, который сидит вот здесь. Я могу дать вам слово, попросить вас сказать нам об этом. Ну, вы можете общий обзор представить. Если вы хотите общий обзор представить, то не нужно задавать конкретный вопрос. Нужно задавать панорамный вопрос. Вы начали с конкретного вопроса. Что конкретно делается внутри страны? Внутри страны делается много всего. Внутри страны... Можно я... Одну секунду. Все хорошо, вы мне расскажете, что происходит. Но я думаю, что в аудитории, где присутствуют иностранные инвесторы, приватизация является важным моментом. Ну, пожалуйста. Можем дать слово господин Титову вначале. Я дам краткий ответ. Мы работаем над целым рядом различных сделок. Мы работаем в закрытом формате. Когда вы готовите сделки, это не должно быть публичным. Не нужно это обсуждать публично. С кем мы ведем переговоры, о чем мы говорим. Есть целый ряд активов, которые станут позитивными для российской экономики. На наш взгляд, если поступят дополнительные инвестиции. Также и со стороны иностранных партнеров. Мы работаем с ними, над этими активами. Ну, вот Альроса. Это хороший пример. За последние несколько лет мы два раза продавали часть доли правительства. Прекрасный пол инвесторов, в том числе иностранных инвесторов, которые присутствуют в этой компании, которые дают очень хорошие результаты. Господин Титов, я даже более широко на все это посмотрю. Все знают, что Россия производит нефтегаз. Расскажите мне другую историю, как Россия меняется. Дам еще более широкий ответ. Вы знаете, в рамках этой позитивной динамики или позитивных тенденций, которую мы слышали от других ораторов, я скажу, что я омбудсмен. И ко мне приходят тогда, когда уже существует проблема. Поэтому я и в основном сосредоточен на плохих новостях в экономике. Вы знаете, есть масса сессий, которые посвящены счастью, благосостоянию вдовольствия. Я их рекомендую посетить. Вы знаете, честно скажу, не все проблемы решаются в России. По-прежнему состоятся проблемы с бизнес-климатом. Иногда мы используем уголовное право, незаконным образом, уголовное право против предпринимателей. У нас есть проблемы с бюрократией, коррупцией. Иногда. Но в определенном смысле мы нашли способ решать эти проблемы. И проводим достаточно много программ. Я думаю, что по-прежнему мы не можем сказать, что мы решили все наши проблемы. Но мы нашли выходы из этой ситуации. И уже проделали первые шаги. В отношении уголовного права, на мой взгляд, все выравнивается. Потому что я, конечно, больше сосредоточен на плохих новостях. Но по-прежнему я считаю, что все немного лучше. Меньше людей сидят в тюрьмах, в досудебных следственных изоляторах. То есть мы стараемся, ну, для тех из нас, кто не из России, вы говорите о том, что, например, если я хочу начать, там, например, я уже открыл компанию. Компания растет, и кто-то говорит, хорошее предприятие, давайте попробуем его забрать. А, хорошо. То есть у нас все лучшее с точки зрения защиты прав предпринимателей. Например, бюрократия, административное давление. Вот в этой связи мы начинаем большую программу. Например, у нас есть контрольный список из Канады. И мы пытаемся, по крайней мере, в нескольких регионах для ресторанов и кафе, которые очень быстро растут в России, огромная волна малых инвестиций, малые средние предприятия, растут новые мозги. То есть сначала они учатся, они готовятся к этому, они проходят массу курсов, обучение. Россия – это рынок номер два для обучения в мире. Поэтому многие вначале пытаются научиться, узнать, как заниматься бизнесом, как его вести, и затем уже переходить к практической части. То есть в России новая волна. Да, я могу сказать, что сейчас мы вместе с Министерством экономики и правительством пытаемся реализовать новые способы, которые позволят снизить это давление со стороны бюрократии на предприятия иностранной инвестиции. Тут я могу сказать, что новости хорошие. В этой не особенно хорошей среде есть несколько новостей хороших. 70 тысяч заявлений я получил как омбудсмен, и только 16 были от иностранных инвесторов или иностранных компаний. То есть, по сути, они это давление не ощущают. Для них условия лучше, чем для малых и средних предприятий в России в целом. Кроме того, если они выбирают, куда идти, конечно же, мы еще не сделали то, что мы могли сделать для того, чтобы улучшить климат. Но если сравнить нас с другими странами, то нет большого предложения, из которого можно было бы выбирать. Если взять страны БРИКС, вот я предприятиям, предпринимателям говорю, что риски даже в Китае, я уже не говорю про Индию и не говорю про Бразилию или Южную Африку, конечно, Россия во многих случаях лучше. Но чтобы я поняла, ваша роль, омбудсмена, ваша роль заключается в том, чтобы также способствовать консолидации, то есть, чтобы малые компании становились больше, чтобы они могли лучше справляться с этим. Мы проводим программы. Моя основная роль заключается в том, чтобы решать проблемы. Они подают заявление мне, и в каждом случае мы должны решать проблемы и с ними работать. Но все это приводит нас к определенным проблемам, которые носят систематический характер. Я имею в виду проблемы в экономике России. Именно поэтому мы и работаем с макроэкономическими предложениями. Потому что каждый инвестор ждет и взвешивает риски и прибыль. Риски высоки, но становятся лучше. Но их невозможно сравнить, например, с 90-ми годами. 90-е годы были гораздо более сложными. Вы хотели, господин Дмитриев, что-то добавить? Да, я хотел привести несколько примеров, потому что, на мой взгляд, очень важно подумать о примерах и некоторых идеях, а именно, как улучшить эффективность. Я знаю, что министр экономики действительно этот процесс ведет. Мы принимали участие в обеих приватизациях Аль-Роса. Мы и в первой приватизации, и во второй приватизации участвовали. Ставка прибыли была 25% после первого приватизации в долларах США, во второй приватизации 17% в долларах США. Сергей присоединился. Мы видим, он среди директоров Аль-Роса. Компания управляется эффективно. Мы очень верим в перспективы этой компании. Это один пример. Но инвестиции в Россию не только сводятся к приватизациям. Например, мы инвестировали в сделку с Алибаба совместно с нашими партнерами. Мы получили контрольный пакет Алибаба России. Мы ожидаем закрытую сделку в следующие месяцы. И этот бизнес растет на 50% в год в России. Электронная торговля – это очень многообещающее направление. Это прекрасный пример. Но совершенно очевидно, мы также инвестируем и в другие проекты. Например, Сибор – это ведущие нефтехимические проекты компании. Одна из ведущих компаний в этой сфере в России показывает потрясающие результаты и создает огромную добавочную стоимость в отношении того российского газа, который мы производим. Мы инвестировали в Радивосток, в аэропорт, аэропорт Чанги. Трафик пассажиров вырос на 45 каждый год по стране с предыдущим годом. Поэтому есть масса областей роста, которые уже происходят. Но я согласен с господином Титовым, что есть и области, где можно что-то улучшить. Одна из таких областей – это большая конкуренция и меньшее участие правительства и контроль правительства в отношении ряда секторов экономики. Мы видим, где у нас большая конкуренция, розничная сеть, мобильные операторы, где наши компании действуют эффективно. Есть меньше конкуренции, там компании действуют менее эффективно. Вот это, наверное, ключевая область. И вторая область – это то, что у нас уже хорошая макроэкономика. Но нам необходимо сосредоточиться больше на микроэкономике. Это то, что многие называют промышленной экономикой. То есть речь идет о корректировке режимов в разных секторах для того, чтобы они стали инвестибильными. Во многих секторах прибыль на вложение капитала 8-9%, в некоторых секторах 15-16%. Но мы должны убедиться в том, что правительство задумывается об инвестибильности разных секторов и не столько думало о бюджетном подходе к решению проблем, где правительственные деньги выделяются бесплатно. И из бюджета помимо инвестиций. Это ключ, наверное. И последнее, о чем говорил господин Титов, это предпринимательство в России. Действительно, тут можно сделать большее для того, чтобы понять, как предприниматель создает добавочную стоимость, а не правительство. Что они являются движущей силой здесь, а не правительство. И последнее, что я скажу очень кратко, по санкциям. Один из пагубных эффектов санкций – это то, что они снижают объем либеральной повестки дня в России. Это плохо скрыто, но, по сути, ограничения в отношении России заставляют многих в России считать, что нам не нужны связи с Западом. Нам не нужны связи с США. Мы будем делать все сами. Так что, парадоксально, я думаю, что санкции подрывают либеральную повестку дня в России. И это проблема. Я вижу господин Ишинга из UNEX Security. Он присутствует здесь. Я надеюсь, что это скоро на его конференции будет обсуждаться, на конференции по безопасности. Но Россия хочет быть позитивным игроком в мире. Давайте будем работать над позитивной повесткой дня и будем продвигать повестку дня в сфере инвестиций, предпринимательства и так далее. Я хотел бы задать быстро вопрос. И затем уже поговорим о диверсификации и о технических компаниях. Вы уже затронули Абаба и так далее. Интересно, что вы говорите. Это практически причина. Это повод понизить либеральную повестку дня в России. Ну и можно предположить, что это также способствует росту антиамериканских настроений и изолирует, если хотите, даже на верхнем уровне, даже среди людей вокруг президента Путина, они становятся большими изоляционистами. Я согласен с Кспейном Орешкиным. В первую очередь Россия приспособлена к санкциям. Рост составляет 2%. Цены на нефть стабильны. То есть никаких последствий нет. Но есть действительно последствия с точки зрения изоляционизма в умах многих россиян. И они считают, что, может быть, нам не следовало бы столько сотрудничать с Западом. И опять же, все увязывается с первым моим тезисом о том, что действительно многие, кто до конца не понимают Россию, как с Россией работать, должны учитывать этот важный аспект. Итак, господин Орешкин, вопрос вам. Как Россия решит эту проблему? Я хотел бы продолжить то, что начал Кирилл. Ключ, главное, это то, что санкции таким образом сформированы, что они не решают проблемы России, но проблемы Европы и США. Да, но они существуют. Мы можем говорить о внутренней политике США, но лучше не надо. Но что вы делаете? Что вы делаете? Очень простой ответ. Мы концентрируемся на внутренних вопросах в стране. Повышение конкурентноспособности. Меняем структуру инвестиций в экономике. Делаем ее более продуктивным. Мы инвестируем в образование, здравоохранение, в человеческий капитал. Мы пытаемся повысить производительность труда, пытаясь поддержать внедрение новых технологий управления в промышленности и в других секторах экономики. То есть мы работаем над некрупными вещами, которые, может быть, неинтересны геополитической точки зрения, но, тем не менее, оказывают большое влияние на Россию и на улучшение жизни граждан. Конечно, как крупные страны вы инвестируете в технологии, создавая новые гуглы мира, фейсбуки мира. Да, у нас есть некоторые компании, которые известны глобально. Касперский, например, продукция, которая используется во всем мире. Яндекс, которая расширяет свою работу не только внутренний рынок, но и другие рынки. Например, недавно с президентом Сергеем достигнута договоренность по внедрению технологий Яндекса и так далее. И все это строительство АЭС по всему миру, Росатом, является крупнейшей лидирующей компанией, самой конкурентной в этой области и другие области, в которых яндекс отмечается прогресс. Например, строительство самолетов. У нас появился новый самолет, который проходит испытания, среднемагистральный самолет, который лучше, чем американский самолет Боинг, на 15% больше эффективности и так далее. То есть я могу перечислять и далее. Есть глобальный откат, я имею в виду социальные сети, законодательство области сохранения частной информации, частной жизненности, защиты. Большой акцент делается на это сейчас в мире. Точка зрения внутри России в отношении компаний, с которыми делаете бизнес за границей. Вопросы защиты частной информации. Каждый этап развития таких технологий, КТ, приводит к меньшей, так сказать, защите частной информации. Все больше и больше социальной сети, больше информации появляется, личного характера и так далее. То, что происходит в России, это хорошая история, потому что это позволяет повысить количество, повысить качество людского капитала, когда вы абсолютно прозрачны, когда все известно. Либо вы будете дальше работать на благо страны, либо вас просто выбросят. Вот я сижу, вы в аудитории, вот я вижу вас, вы говорили эмоционально вчера о возможности зарабатывания денег на вещах, которые абсолютно не подлежат никакой проверке, контролю и так далее. Это большая проблема для мира сегодня. Вполне очевидно, в России, наверное, в противовеса США, выборы из США и так далее. Ну, скажем так, что здесь происходит? Можем ли мы считать, что то, что говорится в США о России, наоборот, что это сказывается на экономическом разрыве? Потому что вы говорили о подраве либеральной повестки. А что? А что говорится? Скажите, о чем говорится в прессе США? Ну, например, вмешательство выбора США и все, что последовало за этим, роль ваша в мире, вы сказали, нужно оставаться вне заголовков прессы в Европе и так далее. Это глобально. Господин Дмитриев уже сказал, что Россия хочет обеспечить позитивное отношение с другими странами. Странами мир на всей земле, совместные проекты, позитив. Господин Дмитриев, одно предложение. Я полностью согласен с господином Орешкиным. Крупная проблема состоит в том, что кто бы сейчас не сказал сегодня, чтобы Россия и США лучшие отношения были у них. И такого человека казнят буквально. Да, конечно, мы не хотим это упоминать, но тем не менее все это растет, потому что есть отсутствие понимания, отсутствие диалога. И люди, которые говорят о том, что нужно наладить отношения между Россией и США, их распинают в прессе. Если Путин и Трамп договорились, чтобы был бизнес-диалог между Россией и США, пока этого нет, но это очень важный шаг, потому что нам этот диалог нужен. И господин Орешкин упоминал, что американские компании работают в России, консультативный совет присутствует в России, они продают свою продукцию в России и так далее. Все это делается, может быть, достаточно сдержанно, не афишируя, но тем не менее мы должны начать с признания того, что улучшение американо-российских отношений – это хорошо. Президент Путин должен был приехать сюда в Давос в этом году, нет, да? Большая работа внутри страны, например, встреча с президентом Эрдоганом в Москве. Ну и, наконец, последний вопрос, а потом аудитория. Настало ли время думать о том, что произойдет с Россией после президента Путина? Вообще можно себе такое представить? Я из Италии, и, вы знаете, 20 правительств в 3 года – это смена быстрая, но с моей точки зрения у вас стабильность и так далее. Даже мы должны смотреть на эпоху после меня, не только после президента Путина, хотя я меньше, после 2015 года, 2100 года и так далее. Нужно в долгосрочном плане смотреть на то, какая страна будет, и что нужно сделать сегодня, чтобы к этому времени страна лучшей страны. Россия идентифицирована с президентом Путином. Мы можем думать помимо этого. Россия – очень долгая история, важная, серьезная история, связана с Петром Первым, Петром Великим и так далее. Вы знаете, что я был кандидатом в президенты России на последних выборах. Практически я получил 1% голосов. Я могу сказать, что Россия открыта для изменений. Мы думаем, конечно, но изменения должны быть внутри экономики прежде всего. Мы должны думать о России, которая независима от нефти. Но вот с такой экономикой, которая диктует структуру общества сегодня, мы не видим никаких в ближайшем времени политических изменений. Мы должны изменить экономику, мы должны дать стимулы частному бизнесу с тем, чтобы сформировался средний слой, средний класс в России. И тогда будут основополагающие изменения. Но это должно быть сделано в рамках новой экономической политики, которая сейчас обсуждается с правительством. Потому что мы представляем другую группу экономистов, которые ратуют за более активную экономику. Например, финансовая политика в России очень, фискальная политика жесткая. Нужно ослабить эту политику для того, чтобы спровоцировать рост. Я хотел дать вам возможность, хотите ли вы что-то сказать, добавить. Здесь мы дискуссию ведем. Давайте сразу же вопросы из аудитории. Хорошо. Вот вы, пожалуйста, женщина во втором ряду. Спасибо, Венглер, формирователь глобальной повестки дня. Отношения со странами мира. Каков интерес России в такой стране, как Венесуэла? Зная, что Венесуэла – несостоявшееся государство, почему российское правительство открыто поддерживает режим Мадуро? Экономический интерес, геополитическое влияние в сфере Западной Америки? Кто ответит на этот вопрос? То, что мы пытаемся сделать с любой стороны Латинской Америки, в Азии, мы пытаемся выявить совместные проекты, которые являются благоприятными и выгодными для обеих сторон. То, что мы видим в Венесуэле, это, конечно, самая худшая экономика в мире на сегодняшний день, там экстремальная ситуация. Но если посмотреть на количество проектов с Венесуэлой у России, это ограниченное число. То есть это не слишком большой экономический кусок для нас. И то, что мы пытаемся сделать во всем мире, мы работаем с официальными правительствами соответствующих стран. И именно это мы пытаемся сделать в Венесуэле. То есть мы ведем диалог со всеми странами на нашей планете. Следующий вопрос. Вот вы здесь, а потом слово вам. Китай. Вопрос к господину Дмитриеву. Вы выглядите как западная часть, как западная страна, а вы выглядите намного в западном плане. Почему? Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что Россия принята. И то есть мы видим за последние 5-6 лет это период крупного недопонимания в отношении России. И одна из причин, по которой, например, есть и небольшие государства, балтийские государства, для них поддержка европейской поддержки, военной поддержки, они должны рисовать Россию, представлять ее как враг, как опасность, как врага, как опасность, как упомянул господин Орешкин. Они говорят, что Россия угроза, но у нас нет намерения атаковать эти прибалтийские государства. То есть, мне кажется, в этом малое государство проекцирует этот имидж. Но Россия очень важная точка между Европой и Азией, мостик. Мы, например, мы инвестируем в цифровой мост вместе с японцами между Европой и Азией, с тем, чтобы создать соответствующие сети. То есть, мы работаем... Не слышно вопрос. Без микрофона. Всегда Россия рассматривалась как западное государство, только лишь в последнее время, как азиатская страна. Россия в эпоху монархии всегда была близка с Европой. У нас есть совместные фонды с европейскими странами. Большая часть ценностей – это европейские ценности. Но сейчас это уникальная позиция России, объединение моста между Азией и Европой, промышленностью, экономикой. И мы должны воспользоваться таким уникальным положением в мире. Но очевидно, что мы видим Россию, как работает тесно с Европой, Германией, с самым тесным нашим деловым партнером, от Лиссабона, скажем, до властевого тока. Но это мы должны просто сделать через позитивные меры. Я хотел бы также добавить, что Россия – это Россия, это не Запад и это не Восток. Россия – это Россия. И в реальности это может быть единственная глобальная страна в мире, которая не является ни Западом, ни Востоком, и объединяет в себе оба начала. Вы основополагающий вопрос о роли России в мире. Президент, у вас вопрос о мусульманской сообществе в Татарстане достаточно большом. Как вы выстраиваете отношения с другими мусульманскими странами? И насколько это важно для вашего экономического роста? Ну, во-первых, наверное, не только Татарстан. В России проживает более 27 миллионов мусульман. В нашей республике около двух, более двух миллионов. И, конечно же, сегодня Российская Федерация является наблюдателем в организации исламского сотрудничества. И мы активно работаем в этом направлении. Есть стратегические группы, «Россия – Исламский мир», где представители 30 стран АИСТ представлены. Мы проводим форумы, встречаемся там. Членами вот этой группы являются бывшие должностные лица, авторитетные люди этих стран. Но и самое главное, ведь я сказал, в России более 20 миллионов мусульман. Мы уже 10 лет проводим экономический форум исламский в Казани. Очень большое внимание и со стороны мусульманских стран, и со стороны регионов, где проживают мусульмане. Это и халяль, а вообще вот в последнее время это организация, система халяльного образа жизни. На самом деле, это очень большой бизнес, очень интересный, и в этих направлениях мы работаем. Но и то, что есть некий такой мусульманский фактор, скажем, вот я мусульманин, это открывает очень много дверей в арабском мире, в Средней Азии. У нас прекрасные отношения со всеми. Допустим, вот сегодня Турция один из самых главных наших инвесторов. 10 крупных заводов было построено за последние 7-8 лет. Я считаю, что в этом направлении президент Путин определил меня координатором вот этой стратегической группы. и мы вот эти моменты тоже пытаемся использовать с пользой. Когда вы говорите, вот куда мы пойдем, если нас там не совсем ждут. Мы найдем другую дверь, пойдем там, где нас ждут. Поэтому надо все-таки все время искать. Нельзя молиться только в одно место. Но молиться надо в одно место, но ориентироваться в другое место нельзя. Совершенно верно. Да. Захеджируйте ваши ставки, как мы говорим. Дмитрий, доброе утро, Жданников, Рейтерс. Вопрос к Кириллу, Максиму вопрос, также господин Дмитриев. Три года, в первый раз, три года назад упомянули совместная сделка между Россией и ОПЕК. Это было в Довосе три года тому назад. Революционная была сделка для нефтяных рынков. И сегодня, вы сказали, 110 миллиардов долларов доходов для России это имело. Ну и, конечно, негативный элемент производства сланцевой нефти в США резко выросла. Как сейчас видится ситуация с учетом того, что производство сланцевой нефти в США растет, Россия теряет рынки. И с точки зрения людей внутри страны, может быть, стоит прекратить эту сделку для того, чтобы добыча нефти в США растет. Господин Орешкин, хороший диалог с моим боссом Александр. Но вопрос такой, что вы собираетесь сделать в точке зрения при приватизации компании. Детальный вопрос, какие компании в перечне по нефти. Позитивная сделка для России, когда цена была на нефть 35, сейчас 63. Это хороший транш. Мы не заинтересованы в очень высоких ценах на нефть. Но мы считали, что если они будут низкими, то прекратятся инвестиции в промышленность. Очень большая нестабильность. 35, затем 100. Колебания большие. Стабильность здесь очень важна. Ключевое стратегическое партнерство Саудовской Аравии. Четыре года тому назад плохие отношения, великолепные отношения сегодня. Что мы должны сделать в США? Нефть в США, сланцевая, для того, чтобы цены должны быть ниже 40 долларов, для того, чтобы эта нефть была перспективной. И эти цены не привлекательны для ОПЕК, для России. Конечно же, сланцевая оль, она производится, но есть определенные ограничения, которые мы, очевидно, увидим в ближайшее время. А именно в последнее время скромные сокращения. И опять же, мы говорим о стабильных нефтяных ценах. Мы не должны проводить конкурентную войну, разрушая цены на сланцевую нефть. Мы должны делать, чтобы было все хорошо для производителей и потребителей. Так, по тем сделкам, над которыми работами, все это должно быть сделано в тишине. Те, кто нужно знать об этих сделках, они знают о них. Рейтерс, хеджевые фонды, я не знаю. В любом случае, что я хочу сказать, иначе говоря, на каком-то этапе все это публикуется, в открытом доступе появляется и начинается открытый процесс. Когда наступит такой момент, вы узнаете. пока ведется работа. Вот вы сначала. У нас осталось четыре минуты. Глобалмэдэк компания в России многие годы присутствует. Качество бизнесменов в России великолепное, но бюрократия мешает, особенно процессы регистрации технологических медицинских устройств, оборудование самое длинное в мире, и вы ограничиваете доступ современным технологиям в российскую систему здравоохранения. Как вы собираетесь улучшить эту ситуацию? Осталось только четыре минуты. Следующий вопрос. Стратегическая консалтинга фирма. Мы только что открыли офис в Москве. Я могу подтвердить, что точка зрения извне и внутри отличается. Я также подтвердить хотел бы замечание коллеги по бюрократе. Хотелось бы, чтобы здесь была помощь. И имидж России для внешнего мира. Это важно. Поэтому нужно прояснить, что делается в ключевых секторах экономики. Инфраструктура очень важна. Коммуникация, мобильность, энергия. Что вы можете сказать в этом плане? Ну, фактически я могу ответить на оба вопроса. Смотрите на короткая информация по промышленности. Во-первых, первое, бюрократия, крупная проблема, большая проблема в России, повседневная проблема. Многие попытки, специальный закон. Мы, в частности, попытались ограничить количество проверок, которые осуществляются в течение года предприятий, но они нашли возможность обойти этот закон по ограничению проверок. То есть, это продолжающаяся битва. Теперь, как победить? Мы называем это гильотин. В течение трех лет они должны сократить эти контролирующие бюрократические органы. То есть, максимально сократить требования по каждому сектору экономики времени. Времени не хватает, господин Титов. Передавая практика в мире, например, медицинное оборудование Германии, пытаемся в некоторых регионах внедрить и сделать это на принципах Европы. Это то, что мы пытаемся сделать сейчас. Будущее, да, мы думаем об этом, мы изучаем то, что делается в мире, вот эта работа по стратегиям в крупных странах мира, и я могу сказать, что для нас секторы промышленности, экономика, которые будут локомотивами роста, с нашей точки зрения, здесь я вас прерываю. Ответ? Нет? Да? Цифровая экономика, не сюрприз, экономика, а мелкомасштабная мы производим промышленность, гостеприимство. Девять секторов в целом, включая оборудование. Кстати, очень много секторов, очень много областей. Конкретный ответ по вашей проблеме. Имеется специальный механизм, который пытается решать бюрократические вопросы, направьте официальный запрос нам, и мы попытаемся с помощью этого механизма разобраться. Господин Винтров, искусственный интеллект изменит много секторов экономики, мы опять же работаем по повышению эффективности с консультантами на 20-30% во многих секторах. Большое спасибо, нам нужно заканчивать. Большое спасибо. Спасибо за ваше терпение и понимание. Спасибо.